Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хочу рассказать о том, как достичь расслабления. У меня спрашивали, как расслабиться перед сном, однако расслабление это ключевой момент во многих магических практиках. Например, оно необходимо для выхода в астрал. В своем видео о том, как правильно медитировать, я рассказывал о медитации именно на примере расслабления. Однако, это достаточно сложная практика для новичков. И уж если люди, далекие от магии, интересуются у меня, как расслабляться, то вряд ли они горят желанием осваивать техники медитации и тратить на это многие часы. Потому сегодня я поделюсь простым способом расслабиться, который подойдет как более опытным магам, так и новичкам, которые о магии в лучшем случае что-то слышали. Да-да, я внял вашим мольбам, и сегодняшняя практика рассчитана абсолютно на всех. В комментариях многие начинающие возмущаются, мол, какой смысл выкладывать серьезные практики, если большинство подписчиков только вступают на путь магии. Другая половина, правда, наоборот, требует более серьезных практик, но попробую чередовать. Сегодняшняя техника «О ужас!» основана на визуализации. Я неустанно говорю о том, что визуализация бесполезна, что никакие рисунки, афимации и благостные мысли не помогут вам ни выздороветь, ни разбогатеть, ни тем более стать магом. Однако сегодняшняя практика касается магии достаточно косвенно. Она не чистит вас, не заряжает энергией и не решает никаких проблем. Только расслабляет. Потому визуализацией пользоваться в этой ситуации можно. Это будет значительно проще, особенно для людей, которые испытывают проблемы с концентрацией и самоконтролем. Итак, если у вас проблемы со сном, выходом в астрал или нервами, вам нужно расслабиться. Как это сделать? Для начала нужно лечь в удобную позу и постараться ощутить все свое тело. Представьте, что через него от макушки до пят идет теплая прозрачная волна, которая вытесняет весь негатив, все напряжение и все проблемы. Это не чистка. Негатив не уйдет. Если у вас есть какие-то проблемы магического характера, то нужно обратиться к специалисту. Но расслабление добиться этой практикой вполне можно. Итак, эта стена проходит через вашу голову, шею, туловище, руки и ноги. Первая волна вытесняет весь негатив из тела и он выходит через стопы. Вторая волна наполняет вас энергией и третья расслабляет. Если вам будет проще, то вы можете представлять эти волны разными цветами. К примеру, если с очищением у вас ассоциируется красный, с зарядкой желтый, а с расслаблением зеленый, то соответственно первая волна будет красной, вторая желтой и третья зеленой. Практика крайне простая. Главное действительно ощутить, как расслабляются ваши мышцы, в особенности лицевые. Расслабляющая волна может проходить столько раз, сколько вам нужно, то есть две волны прошли и дальше уже сколько угодно расслабляющих. Важно не уснуть, если ваша задача не просто расслабиться, а перейти в последующем к какой-то практике. К слову, если вам сложно практиковать по вечерам, например, вы пытаетесь выйти в астрал или вспомнить прошлую жизнь, но все время засыпаете, то я рекомендую попробовать перенести практики на другое время. Это достаточно очевидный совет, но почему-то очень немногие додумаются до этого. Попробуйте попрактиковать днем. Или если днем нет возможности, утром, сразу после пробуждения. Заведите будильник на 20 минут раньше и занимайтесь свое удовольствие, никого не беспокоя. Благодарю за внимание. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Если это видео наберет 300 лайков, я расскажу о способе разгонки психики. С вами был Sargas, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.ru, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу магии. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова